Дорогие друзья, у нас сегодня замечательный повод. Мы проводим конференцию, посвященную столетию Гумилея Гумилёвой. И, конечно, по этому поводу эта конференция начинается с открытия Биуста Льву Николаевичу. Я хотел бы слово предоставить председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Нарышкину, который любезно согласился принять участие в нашей конференции и в этой маленькой церемонии. Добрый день, дорогие друзья. Я, 2012 год в России объявлен Годом Российской Истории. И этот год, конечно, богат на юбилеи. В эти дни в России, в Казахстане, в других странах Содружества Независимых Государств отмечается и столетие Льва Николаевича Гумилёва, который внёс просто неоценимый, уникальный вклад в обоснование, в развитие евразийской идеи. Он доказательно показал всем общность судеб народов, живущих на этом огромном пространстве. Его труды хорошо известны во всём мире, известны не только учёным, но и политикам, а отдельные его научные идеи уже сегодня получают свою практическую реализацию, ну и вот в том числе и идея евразийская, которая воплощается на наших глазах, вот этот огромный мегапроект Таможенного Союза единого экономического пространства. И сегодня мы видим, что тысячелетняя история Евразии, о которой писал Лев Николаевич Гумилёв, последовательно развивается. И вот этот памятник, этот бюст, который мы сегодня с вами открываем, это дань памяти этому выдающемуся учёному, мыслителю, выдающемуся человеку Льву Николаевичу Гумилёву. Слово предоставляется руководитель Росмолодёжи Сергею Юрьевичу Белокуневу. Уважаемые друзья, я хотел бы всех поприветствовать от имени Федерального агентства по делам молодёжи. Хотел бы отметить, что очень важно сегодня здесь видеть столько молодых людей. Действительно, мы то поколение, наверное, последнее поколение, которое родилось в большой стране, и для нас большая страна – это наша родина, страна, которая растеряется от Калининграда до Владивостока, от Средней Азии до Ледовитого океана. И я рад, что здесь присутствует огромное количество молодых людей, которые так считают, которые рассматривают нашу единую страну, единое пространство, пространство для созидания, для развития. И те ценности, те идеи, которые заложил Лев Николаевич Гумилёв, я рад, что они в очередной раз здесь укрепляются. И Университет международных отношений сегодня становится, ещё раз подтверждает это, становится той точкой, которая становится катализатором объединительных сил евразийского пространства. Я хотел бы всех с этим поздравить. И хотел отметить, что Федеральное агентство по делам молодёжи готово многие программы, проекты реализовывать совместно и на площадке Университета международных отношений. Спасибо. Слово предоставляется одному из авторов идеи нынешнего мероприятия, Байрамову Русламу. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Сергей Евгеньевич. Спасибо большое за сегодняшний день. Для нас большая честь подарить этот бюст МГИМО. И то, что в день столетия мы также приобщаемся к тысячелетней истории нашей страны и отдаём дань уважения великому человеку. Действительно, сегодня в Санкт-Петербурге, в скором времени и в Астане, и в других наших дружественных странах Евразийство празднуется этот день. И 6 числа мы открываем памятник в этом мире, искренне приглашаем всех на открытии памятника. Мы будем очень рады соответствовать тому высокому потенциалу и, скажем так, силе интеграции, которую закладывал Гумилёв в своих трудах. И той преданности идеи евразийства и той любви к нашей Родине, к нашей огромной Родине и многочисленным народам, проживающих на территории Евразии. Спасибо большое за сегодняшний день. Мы искренне благодарны судьбе, что сегодня причастны к этому событию. Спасибо. Всем спасибо большое. Вы приглашаетесь в зал, где будет, собственно, через несколько минут и начнется конференция. Спасибо.